Друзья, и снова всем привет! И снова появилась проблема у смартфонов Android. Значит, сегодня невозможно зайти в какое-либо из приложений вашего смартфона. Выскакивает отчет об ошибке. В общем, происходит та же самая ситуация, которая происходила в апреле месяце. Сейчас, ребята, я предоставлю для вас первый способ решения этой проблемы. А также досмотрите это видео до конца. Будут еще способы, как ее решить, если этот способ вам не поможет. Итак, давайте сразу же приступим к делу. Заходим в Play Market. Заходим в Play Market. В Play Market, вот здесь вот в поисковой строке, наберите английскими Google, либо русскими. Давайте сейчас русским наберу. Либо английскими, либо русскими. Набрали. Вот он первый по списку. Браузер Google. Заходим. Браузер Chrome. Значит, теперь здесь, что нужно сделать? У вас должна быть кнопочка «Обновить». Нажмите кнопку «Обновить», «Обновиться браузер Chrome». Дальше перезагрузите свой смартфон и попробуйте зайти в одно из приложений, куда вы не могли зайти. По идее, ошибки уже не будет. Но если кнопки «Обновить» не будет, а будет как у меня сейчас, «Удалить» и «Открыть», то сделайте следующее. Нажмите кнопку «Удалить». Подтвердите удаление и удалите. После перезагрузите телефон и попробуйте зайти в приложение. Если все отлично, то тогда зайдете в Play Market, установите себе браузер Chrome. Это одно из решений. Ребята, пробуйте сейчас это сделать, если у вас прям нет времени досмотреть это видео до конца. Но у меня есть до вас еще полезная информация, поэтому задержитесь на канале. Итак, ребята, как я вам сообщал, до этого в апреле месяце была такая же ошибка. У меня на канале записаны два интересных видео. Значит, ссылку на которые я оставляю в описании. Вот видите, видео отчет об ошибке и отчет об ошибке. Значит, посмотрите, наверное, второе видео, я там более понятнее рассказал, вот это. Значит, смотрите, что рекомендую сделать. Посмотрите этот видос от и до. Дальше, смотрите, зайти в описание под видеороликом. Вот открылось описание. И в первом закрепленном комментарии все то же самое. Либо в описании, смотрите, либо в первом закрепленном комментарии. Внимательно изучите описание. Вот здесь вот есть инструкция. Инструкция, как вам действовать, если вам не поможет вот этот способ, что я озвучил только что с браузером Chrome. Значит, здесь вот инструкция по пунктам. Первый пункт, второй пункт, третий пункт. То есть, попробуйте все это выполнить, если не помог первый способ с Chrome. И у вас все должно получиться. Значит, у меня есть эта же тема. Инструкция есть в моей группе ВКонтакте. Там есть обсуждение. Прям люди пишут свои комментарии, как они решали эту проблему. А также, под вот этими двумя видеороликами, которые я публиковал в апреле, сейчас люди активно пишут свои комментарии. И туда же отправляют решение. Есть люди, которые отправляют решение этой проблемы. Но в основном люди отправляют тот первый вариант решения. То есть, с браузером Chrome. Точно так же сегодня сделала моя жена. Она с утра достала смартфон, попыталась зайти в Viber. Viber не открывался. Она, соответственно, зашла в Play Market. Выбрала там Google Chrome. Обновила. Там была кнопка обновить. Вот почему у меня этой кнопки не было. Потому что у меня уже браузер обновлен. Она его обновила. Потом перезагрузила телефон. И проблема эта исчезла. Поэтому имейте в виду. Вот такой сбой массовый. И, ребята, значит, обязательно прочитайте описание. Точно такое же описание скопирую в этот видеоролик. В описании будет вот этот вот текст, который вы сейчас видите перед собой. И в первом закрепленном комментарии. В описании есть все ответы на ваши вопросы. Многие подписчики пишут. Вот не получается. Вот не выходит. Вот это, вот это, вот это. Я всех отправляю читать описание. Ребята, если ВКонтакте у вас не работает, то, в принципе, все то же самое скопировано. Вы здесь в описании. Просто, если ВКонтакте у вас есть, да, вы находитесь не на территории Украины. Там же запрещен ВКонтакте. Вот, вы можете либо через VPN зайти, если вы с территории Украины, да, включить VPN, ничего вам не будет. Заходите, смело пользуйтесь. Либо, если вы с другой стороны, то можете зайти в мою группу ВКонтакте, подписаться и зайти вот в эту тему, где она, ссылка, сейчас покажу вам. Так, вот она, вот она ссылка, видите, группа ВКонтакте, вот ссылка на вот эту, именно на эту статью. Давайте, открой, сейчас перейду. И там все подробно написано. Но больше комментариев, ребят, больше комментариев именно под видеороликом. Просто прочитайте, уделите пару минут. Если у вас прям ничего не получается, то желательно просто прочитать комментарии. Вот здесь вот, смотрите, значит, 562 просмотра этой темы. И я вот здесь вот оставляю свои комментарии, подписчики оставляют комментарии. В общем, решается проблема, кто чем может, тот тем и помогает. Но, в принципе, все стандартные решения я озвучил в этом видосе, который сейчас для вас записываю. А также в прошлых видео, инструкции, все это есть. Значит, что это может происходить, ребят? Ну, смотрите, сейчас многие смартфоны начали получать обновления. То есть, очередные обновления операционной системы. И, соответственно, после этого обновления происходит вот такой вот сбой. Может быть, из обновления происходит сбой. Может, по каким-то другим причинам этот сбой происходит. Но, скорее всего, из обновления. Потому что многие люди пишут в комментариях, что именно после обновления появилась эта проблема. Ну, соответственно, это косяк уже разработчиков. Сейчас разработчики должны это дело поправить. Если уже не поправили. Эта проблема появилась сегодня, 22 июня. С самого утра, а может быть, с самой ночи. Я точно не знаю. А предыдущая проблемка была. Сейчас вам скажу, когда эта статья создана. Эта статья создана 23 марта. Комментарий вот первый от 23 марта. Да, и статья создана 23 марта. И вот 23 марта эта проблема была тоже. Потом эта проблема решилась. Сейчас люди начали получать обновления прошивки. И эта проблема опять начала выскакивать. То есть, вот таким образом, если люди до этого не смотрели этот видос, то сейчас можно решить при помощи вот этих моих инструкций. Ребята, если вы впервые на канале, в знак благодарности, если вы решили эту проблему, подпишитесь на канал. Канал по компьютеру на телефонной тематике. У каждого в квартире, в доме сейчас имеется ноутбук, компьютер, какой-то смартфон современный, какой-то планшет, какая-то телевизионная приставка, либо смарт-ТВ. Если у вас какие-то проблемы возникают, обязательно мне пишите. Если вы не знаете, как прошить смартфон, где скачать прошивку. Что-то произошло с вашим смарт-ТВ, к примеру, заглючила телевизионная приставка, компьютер как-то стал неправильно работать, и издавать какие-то звуки. Что-то с ним, в общем, происходит не то. Задавайте свои вопросы, я вам помогу, отвечу, потому что у меня есть по этой теме определенные знания. Поэтому имейте в виду, подпишитесь, будем вместе с вами общаться, дружить, будем всегда вместе на связи. А вы, в свою очередь, задавайте свои вопросы под комментарием, под соответствующим видеороликом, либо пишите в мою группу ВКонтакте. Я для вас буду снимать видео-ответ, то есть я буду для вас снимать ответ, вы меня будете видеть, я буду лично вам объяснять, только на расстоянии, дистанционно, так как мы с вами встретиться не можем, потому что мы друг друга можем видеть через интернет. На этом все, ребята. Надеюсь, вы проблему свою решите. Всем спасибо за просмотр. Еще раз повторюсь, читая внимательно описание, в описании все написано. Всем до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok